Проведение операции автобуса. Сейчас проверю ваше техническое состояние транспортного средства. Будьте добры, пожалуйста, включите внешний с тобой прибор все. Аварийную сигнализацию. Дальний свет. Щетка-омыватель. Сигнал звуковой. Сотрудники Щелковского ГИБДД детально осматривают кузов и салон автобуса. Тестируют световые и звуковые сигналы, проверяют документы и наличие обязательных предметов первой помощи. В городе проходит профилактический рейд по выявлению нарушений со стороны водителей, а также проверки технического состояния автобусов. Соблюдение требований законодательства на пассажирском транспорте всегда на особом контроле госавтоинспекции. И это не случайно. Ведь даже малейшее отступление от правил водителям, которые переводят сотни пассажиров ежедневно, может привести к трагическим последствиям. В деле безопасности важным критерием является количество времени, которое провел за рулем работник транспорта. Оно строго регламентировано. За соблюдением норм следит тахограф, установленный в салоне автобуса. Устройство выдает фактический пробег и временной отрезок, в течение которого водитель ехал и останавливался на отдых. Данные автоматически сохраняются в памяти устройства и недоступны для редактирования. Вот эта распечатка должен иметь каждый водитель автобуса, должен давать ее по требованию сотрудника ГИБДД. Можно определить режим труда и отдыха водителя, поскольку он выехал, сколько у него времени отдыха было в течение суток, какая скорость у него была средняя. Здесь есть какие-то нарушения в данном случае? Нет, в данном случае нарушений нет. Также инспекторы ГИБДД уделили внимание профилактической беседе с водителями. К стабильно тяжелой ситуации с аварийностью на территории Московской области прибавилась пандемия коронавируса и других сезонных заболеваний. Теперь, выходя в смену, водитель обязан проводить дезинфекцию салона. Сотрудники госавтоинспекции призывают пассажиров соблюдать меры предосторожности. По словам водителя автобуса, к счастью, жители города понимают опасность и не пренебрегают средствами защиты. Мы предупреждаем, что без масок мы не пускаем в салон, что нельзя. Они сразу одевают масочки, с этим проблем здесь нет. При пассажирских перевозках есть обязательное требование от ношения масок и перчаток, так как социальная дистанция в салоне автобуса менее полтора-два метра. Так что рекомендуем всем пассажирам носить маски. Екатерина Беляева, Щелковское телевидение.